Девушки отдыхают Не казаки, а желание победить, потому что здесь тоже нужно готовить быстро. Ведь это кулинарные эстафеты «Кто кого на кухне» на телеканале СТС. Вот уже больше полувека идет спор, что же правит миллионами умов, сладоголосая поп-музыка или бескомпромиссный рок. И сегодня два этих музыкальных лагеря прислали своих лучших представителей, чтобы по старой русской традиции выяснить отношения на кухне. Дорогие друзья, в правом углу ринга сборная артистов популярного жанра, которую мы называем поп-повара Сати Казанова. Дорогие друзья, аплодисменты прошу вас. Родион Газманов и Анастасия Старидонова. Аплодисменты, переходящие в овацию. Кто капитан команды у вас? Мы все команды, у нас демократия, мы будем голосовать. Демократия, будете голосовать. В левом углу, дорогие друзья, рок-кулинары. Более известные нам как группа Малтиверс. Владимир Ташник, дорогие друзья. Роман Арсофес и фронтмен группы. Никита Пресняков овации, дорогие друзья. Ну что ж, в отличие от ваших соперников, вы единый слитный коллектив. Вы давно выступаете вместе. Вы сыгранный, да? Мы сыгранный. Готовить будете так же слаженно, нет? Готовить будем плохо. Итак, рассказываю правила. Сейчас наш шеф-повар представит вам блюдо сегодняшнего дня. За полчаса вам предстоит повторить его максимально точно, похоже. У вас будут все необходимые продукты, но не строчки из рецепта. Готовить вам придется по одному в режиме эстафеты, сменяя друг друга поочередно. У каждой команды есть три опции. Готовим вместе, дорогие друзья. Она позволит вам колдовать над блюдом целой командой, но только одну минуту. Опция, моя любимая, на соли соперников. Это абсолютно легальная возможность помешать конкурентам любым способом. Кроме одного, продукты забирать нельзя. И третья опция называется минута с шеф-поваром, дорогие друзья. Она дает вам возможность в течение 60 секунд получать помощь, улыбки, смайлы и знаки внимания от настоящего профессионала Александра Бельковича. Я думаю, вам все понятно. Поэтому сейчас, собственно, мы вызываем сюда шеф-повара нашего шоу, маэстро кулинарного искусства Александра Бельковича. Ваши аплодисменты, друзья. Я здесь, я здесь, друзья. Я здесь. Человек и пароход. Ну что, привет-привет, друзья. Как настроение? Отлично. Слушайте, вы такие разные. Вы рокеры, вы подзвезды. Но я знаю, что вас объединяет. Вас объединяет то, что многие из вас вегетарианцы. Это правда? Да. И я поэтому для вас приготовил блюдо, в котором нет ни рыбы, ни мяса. Абсолютно вегетарианское блюдо. Я вообще это считаю хитом сезона. Это булгур. Смотрите, это булгур с квасным суслом, с солодом, с корнеплодами, с творогом сверху. Это абсолютно невероятное, мною обожаемое вегетарианское блюдо. Я понял только слово творог. Булгур звучит как название народа. Ты знаешь, сейчас тренд круп разных, и вот булгур в том числе. А что это такое вообще? Что это такое? Это крупа, которая делается из пшеницы. Очень популярная. А солод? А солод, это вот из солода делается такой, знаешь, такой густой сироп, который ржаной вкус дает. Прошу вас, пожалуйста. Ну что, друзья, запоминайте, у вас один шанс. О, Боже мой. Слушайте, какой замечательный шанс. Это мы заварить, да? А, подождите, подождите. Так, можно понюхать? Смотрите, это булгур. Там много овощей. Много овощей. С грибами очень пахнет. С грибами пахнет. Там есть грибы. Сверху посыпан творог. Видите консистенцию? Обратите внимание на консистенцию. Не должна быть каша. Не могу больше вам подсказывать, простите. А молочное есть помимо? Сверху только, нет, ничего. Только сверху. Хорошо, у вас. Друзья. А, есть сливочное масло. Друзья, запоминайте консистенцию, внешний вид, как это выглядит, аромат. Запомните. Посмотрите, видите, соус, булгур, корнеподы, все на месте. Нет. Запоминайте, запоминайте, у вас только один шанс. Я все запомнил. Запомнили? Я вижу уверенность. Давай пятерку. Александр, спасибо, спасибо. Александр, ваш вердикт мы узнаем через полчаса. Ну что ж, я закрываю блюдо. Итак, сейчас, за одну минуту, ребята должны решить, кто из них будет булгуром, а кто останется корнеплодом. Итак, время пошло. Смотри. Что у нас, какие задачи? Мы, там что-то варить надо? Смотри, ты режешь корнеплоды и сразу закидываешь их в варку. Давай вот я не буду резать, потому что я, первым делом, я кривой, да и отрезу себе палец. Кто-то будет все равно резать, а кто-то будет жарить. Дайте я начну, я поставлю себе бульгур, поставлю вариться и буду дальше все резать. А потом время истечет и дальше ты идешь. Ну ты понял, да, крупу просто поставишь вариться и посолишь ее, не будешь бегать вокруг. А если я спорчу? Отлично будет, они будут пробовать. Мы сделаем этот замок. Главное, руки. Итак, прозвучал сигнал, значит, время для обсуждения вашего стратегического плана истекло. Сейчас мне бы хотелось узнать у вас поп-повара, кто? Поп-повара. 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 Аплодисменты, друзья, видите, какая музыкальная группа у нас сегодня. Кто из вас первый? Я начну. Родион, да? Мужчина первый. А почему? Потому что, а вдруг там заминировано, вдруг там дикие животные ходят по кухне. Благородный человек. Стань тогда первый, прошу тебя. Кто номер два? Старички. Хотел бы спросить у вас, скажите, пожалуйста, кто в вашей команде главный? Мы сейчас подеремся. Да, это лучше не обсуждать с нами. Понятно. Итак, кто будет первый, кто второй, кто третий? Поехали. Первый, потом два и я три. Два, три. Прошу вас стать в порядке выбранном. Вами и так, дорогие друзья. Прямо сейчас мы узнаем, кто кого на кухне. Время пошло, поехали. Вот они. Мэн ин Блэк, Родион и Никита. Можно подумать, что у нас песня года 98. Газманов против Преснякова. Вечный дуэль, дорогие друзья. Почему? Никита! 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 Никита, по-моему, оказался первый раз на кухне вообще в принципе. Быстрее! Вода не течет. Никита, ну что ты делаешь? А, все. Я ухожу. Я ее сразу покорячее включу, чтобы она быстрее. Давай, давай, давай. Помой руки в ней. Руки в ней мой. Конечно. Ставь на максимум. 103,7? Да. Никита, соли добавь в воду. Рано. Посоли воду. Или руки помой. Одно из двух. Тебе нужно... Не сильно много. Покажи. Вот так, нормально? Еще чуть больше. Еще чуть больше воды. Ну, столько же. А посолить? Не надо, потом посолим. И ставь на... Поставил. На самый высокий. Да, пошел. Самый высокий. Так, что делаем дальше? Я дальше буду все резать. Просто тупо все резать. Никиточка, скажи, ты моешь лук или что ты делаешь? Я мою руки с луком. Моешь... Друзья, тайна Семи Тресняковых. Оказывается, Никита всегда моет руки с луком. Некоторые с мылом, а Никита с луком. Прекрасно, прекрасно. Никит, скажи, а ты же не викторианец или тоже викторианец? Я викторианец. Давно ли? Это вот меня этот веган подсадил. Да? А в какой вообще, вот почему? Как можно совмещать рок? Вы же такие настоящие, типа... Наоборот, рокеры, они за мир во всем мире. И против убийств животных. Мы правильные люди. Смена, смена, смена участников команды. Слушай, можно пока сковородку поставить, а... Греться, нет? Это больше есть овощей. Да, сейчас я это сделаю. И не попадать в ноты, и играть плохую музыку. Хотя бы включить эту штуку, да. Может быть, что-нибудь исполнить из своего новенького? Из новенького? Да. Но у нас сейчас более коровское музло. Ну, слабого так вот, без аппаратуры. Из аппаратуры? Ну, ты давай, ритм там. Поехали. Внимание, тщина. Морковку скроет. Мы эту песню не играем больше. Больше не играем? Да, точно. Мы уже отменили. У меня такое ощущение, что это вот так Сати Казанова встречает у себя на родине, когда она приезжает сразу. Мне так нравится, как Сати выглядит, когда готовит. Боже мой, мне нравится, как Сати выглядит, даже когда она не готовит. А вот, пожалуйста, новый, новый хит Никиты Пресняковой, дорогие друзья. Никита, а вы же не барабанщик, вы же вокалист. Где слова? Аплодисменты, друзья. Сейчас я вижу, как все. Что за сумасшествие-то? Вот так, друзья. Ешьте брюху и так же будете исполнять такие же хиты. Вау! Брюква-фарова! Во, во, он орет на меня. Он кричит на меня. Не ругайтесь, девочки. Я напомню вам про опции, которые есть в нашем шоу. Итак, это опции, которые помогут вам выиграть в нашей эстафете. Это минута с шефом, дорогие друзья, когда Белькович сюда приходит и помогает вам. Я, кстати, нуждаюсь. Вот. Минута с шефом для Сати Казанова. Александр Белькович приходит сюда. А Сати Казанова уходит, потому что смена участников Сати уходит. Стоп, сосредотачиваемся. Мы жарим овощи с чесночком. Так. Обжариваем их как следует. Да. Обжариваем. Да-да-да-да-да. Прям крупно. Вот. Потом смотри, булгур тебе надо доварить до полуготовности, а потом все вместе смешать. Понятно? Вместе с обжаренными корнеплодами смешать вот этот булгур с грибами. Это добавляется в самом конце практически. Не забудьте в конце положить туда сливочное масло. А зелень сюда? Да. Вот это в самом конце. Чуть-чуть. И сливочное масло. Сюда или сюда? Вот сюда в общую кашу уже. А как узнать, что он готов? Только не спеши, стихонечко режь. Я не радую. Я режу, режу, режу. Все. А, шеф-повар, повторите еще раз. Так, почему плита не работает? Для меня повторите еще раз. Да. Мы обжарили корнеплоды с чесночком, потом добавили в общую кашу. Да-да-да, потом все вместе смешиваете. И у вас консистенция должна быть сливочное масло, а тебе надо... А как узнать, что он полуготовлен? Так, время. Все, ухожу, ухожу, ухожу. Время, минута с шефом закончилась. Классный рецепт, спасибо. Бам! Виски, какие мы веселые ребята. Так, надо попробовать. Не надо пробовать. Пусть еще. Делайте им что-нибудь. Используй. Насолите. Настя! Я хочу! Ты, ты, поднимай! Насоли! Соли! Соли! Противнику! Быстрее соли противнику. Роба, нож хватай, нож хватай! А-а-а! Подожди! Отшлепай его, Настя-ка, молодец! Я не знаю, что... Давай, Настя, посмотри на него, он же не понимает... Как Турадор с краской за штук. А-а-а! 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 Время, стекло, на место. И горает все. И так, горит, горит. У поп-поваров горит. Пу-кур горит. И так, дорогие друзья, практически время истекает. И так, оно и стекло. Сменяем соперников. Иди мешай скорее. Давай пять. И Родион, поехали. Анастасия, вы такая горячая. Я растерялась вообще. Вот этого соуса... Да, добавь где-то третью часть, немного. Сколько? Где-то третью часть, может быть, даже меньше. Да, 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 да. Ну смотри, если сейчас добавить, то это... А-а-а! А консистенция какая? Можешь поднести, показать? Давай. А-а-а! Горячая! А-а-а! Нормально, все хорошо, да! Еще чуть-чуть воды. Чуть-чуть соуса и чуть-чуть воды. Ро-кулинары, вы не использовали ни одной опции. Мне кажется, самое время. А мы самодостаточные. Вы настолько верите в силу вашего демона-таланта. Ром, не гида. Повара? Давай. Берем? Повара, повара. Повара, да, бери, бери. Берем, берем. Итак, Александр Белькович спешит на помощь кулинарам рока. Так, бегу, ребята. Аккуратнее, я не буду. Да, да, конечно. Ну давайте. Делай все за нас. Я знал, что без меня никуда. Так, смотри, булгур, проверяй, готов он или нет. Попробуй, попробуй. Почему так крупно нарубили? Почему так крупно нарубили? Почему так крупно? Потому что они рокеры, они не глотают виду, а пережевываю. Смотри, масла мало, побольше масла, чуть-чуть, конечно, чтобы жарить. Спробуй булгур, он должен быть готов. Так, а как его попробовать? Ну так вот? Конечно, конечно, возьми ложечку вон там, аккуратно, аккуратно. Смотри, он не должен быть до конца переварен. Почему так крупно нарубили? Очень долго будет готовиться. Хорошо, смотри, как булгур готов, ты должен его добавить сюда, только часть овощей отложи, потому что это очень много, понимаешь, да? А в конце добавь солод, вот у тебя солод и сливочное масло. Понял, запомнил? И обязательно побольше зелени. Ну что скажешь, дай-ка. Как раз не доварилось. Бери дуршлаг и сливай его. Можно уже? Да, конечно. Смотри, овощей половину надо отложить. Это очень много, правда, правда, правда. Понял, да? Все, сливаешь, потом замешиваешь вместе, потом добавляешь туда солод. Друзья, сервировка отдельная. Итак, время, минута с шефом и стекло. Вернитесь на место, прошу вас, это минута с шефом. Благодарю вас. Успехов. Итак, мы продолжаем. Смотри, как он умер. Вау. Боже мой, что делает Родион Газманов? Это нет, это ботвак морковки. Это ботвак морковки. Это не зелень. Это ботвак. Режь пальцы. Режь пальцы, кричат рокеры. Мне этими руками еще на гитаре играть, между прочим. Да, Родион, отлично, все, больше ничего. А у тебя на огне стоит булгур? Нет, я уже снял. Ты знаешь, что ты ничего не делаешь. Новый проект Сати Казановой. Мой булгур на плите. Так, сменяем друг друга. Савчик. И вот он. Браво. Соли. Соли. Владимир Пташник и Сати Казанова, дорогие друзья. Кто кого усолит, кто засолит. Рыцарский, рыцарский, вежливый сделает. Так вот так и делают. Не трогай, с вами грязный великан. Почему ты прогоняешься? Давай, давай, еще минуты есть. Давай, давай. Соли, соли. Клади тряпочку туда. Соли. Вот они, два человека, которые стригутся у одного и того же брикмахера. Не трогай. Не трогай. Они блоки. Ребятку, сначала мастер пробует прическу на Владимире, а потом делает ее на сатире. Сейчас прав дороги. Намажь ее петрушкой. Давай. Хорош. Друзья, вот так вот выглядит вегетарианский секс. Верните на Владимиру, я прошу вас. Браво. Браво, браво, браво. Итак. Я не выдержал. Итак, дорогие друзья, морковь прилетает. Останьтесь, вам так очень хорошо, такое ощущение, что вас убили. Останьтесь, подождите, не трогайте. Владимир, скажи, а вы не пробовали так выступать, вот, правда? Такое ощущение, что... Я постоянно так выступаю. Фантастика. Что-то я думаю от вас все время. Огурчики на глазах. Огурчики на глазах. Класс. У нас все готово практически. Все готово. Кстати, скажи, что он делал с тобой? Он хотел... Он сам себе насолил. Скажи, такой вопрос. Масло можешь выпить, нет? Что, масло? Зачем? Зачем? Ну, чуть-чуть. Внимание, дорогие друзья. Это глупость какая-то. Не отвлекайся. Это не глупость после того, как твое лицо испачканным бальзамическим соусом. Это умность. Кстати, что случилось? Что случилось? Почему ты молчишь? Знаешь, я... Впервые за 17 лет. Я вижу, что у нас практически все готово. Все готово? Да. Смена. Смена, смена, смена. Анастасия Спиридонова сменяет, кстати, Казанову. Ой, у меня есть такая песня. Внимание. Анастасия Спиридонова. Молчание. Для всех вегетарианцев страны. День снова сменяет ночь. С леном иду я. Не уходи прочь. Не оставляй меня. Не отводи глаз от моего огня. Только на этот раз я выбираю тебя. Класс! Мы выбираем СТС. Кто кого на кухне, дорогие друзья. Рок, вам не кажется, что вот солод надо не только на лицо, но и в блюда, нет? Кстати. Я сейчас серьезно не шучу. Рома, что? Концерт нам сказал чуть-чуть полить. Нет мысли добавить чуть-чуть соуса все-таки в блюдо, нет? Когда будет готово, полить. И посыпем петрушкой. Мне кажется, хватит жарить. Он будет уже выложен на тарелку. Итак, друзья, напоминаю вам, что сразу после этого раунда, после окончания третьего раунда, начнется этап сервировки. Сразу, как только прозвучит гонг, вы можете бежать к своим коллегам и все втроем, так сказать, выкладывать блюдо на тарелку и восхищаться вашим шедевром. Пока Владимир будет грызть морковь. Это самый готичный кролик в моей жизни. Кролик в гости. Итак, сервировка началась, поехали! Демидон, давай! У нас ровно минута. Давайте. Выливай, 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 выливай. Вы налево. А-а-а! Подождите, блин, зелень. Нормально. Ничего, ничего, она уже есть. Пока нет, не распрячь его. Творог, творог. Надо красиво ее положить, распределить. Разми ложками. А ты что так, такой долгий-то, у нас минута. Для приготовления этого блюда мы используем творог простоквашенный. Он имеет приятный, насыщенный вкус, ведь производится только из натуральных ингредиентов. Его пластичная, не сухая консистенция отлично подходит для готовки. Итак, время и стекло. Берем ваши кулинарные шедевры и ком-цумир-битэ подходим сюда, на алтарь кулинарного искусства. Прошу вас, друзья. Прошу вас. Вы считаете, что это закончено, да? Абсолютно. И у вас тоже финал, да? Да. Кульминационный момент нашего шоу. Прямо сейчас здесь появится человек, от которого зависит все. Они уже договорились. Ну, я сразу так вот. Ты заигрываешь. Итак, друзья, встречайте шеф-повара нашего проекта, Александра Бельковича. Ваши аплодисменты. Спасибо, я здесь, я здесь, друзья. Вот он, вот он. Так, ну и что вы вот здесь наготовили? Ладно, открываем. Творог сверху, как и говорили. И здесь творог сверху, и здесь. Ну, хорошо, да. Вы знаете, у вас почему-то больше похоже на плов. Где соус-то? Соус же должен быть. Это же блюдо замечательно на лице. Вот он весь соус. А, вот он где. Так, а у вас можно посмотреть. Тарелочку стильную взяли, молодцы. Красиво выглядит, но куски крупные. Вы видели, какие у меня были деликатные кубиком нарезанные? Посмотрите на их кубы. Прежде чем Александр Белькович попробует блюдо, я попрошу по одному представителю от команды попробовать блюдо конкурентов. Кто это будет у вас? Попсовитые мои. Сати, у нас самая голодная, поэтому Казанова, дорогие друзья, получает вилку и пробует, так сказать, пробует вот этот плов. Оп. Ну, прощай. Прощай, Сати. Ну, вообще неплохо. Все проварено, все прожарено. Не сильно пересолено, переперчено. Я посвящаю всем героям, пострадавшим и не очень. Браво! В тревоге означает наша группа лучшую, мы победим. Сати Казанова, дорогие друзья, браво. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас вам нужно проделать этот ритуал. Кто от вас будет пробовать? Никита. Нет. Будь честен сам с собой. Будь честен сам с собой, Никита. Там с кровью, правда, но чушь. Ты же рыжий, ты не должен бояться. Мы бы нашел. Я уже написал. Только честно. Честно, завещание это есть? Первый вкус приятный, но потом немного горьковатый. А ты специально так? Нет, солод, солод. Это говорит о большом количестве солода, конечно. Спасибо за честность, Никита. Спасибо за честность. Я по цвету понимала, что мы переборщили солодом, но... Друзья, это было мнение Никиты Преснякова. Вот тебя солодом обмазали, а сами переборщили. Как говорила моя бабушка, умерь свой солод. Итак, Александр, прошу вас, возьмите вилочку. И сейчас наступает важнейший момент нашего шоу. Хорошо. Смотрите, по внешнему виду это напоминает больше плов, чем булгур, который должен быть в однородной консистенции того самого соуса, который должен получиться. Деликатный, вкусный, красивый. Куски довольно-таки крупные. Вы знаете, если бы был плов, я бы сказал, отлично, ребята, круто приготовили, но... Все-таки это не плов. Чем больше кусок, тем он полезнее, считаете? Потому что он весь внутри не развалится, и, естественно... Да, в этом есть своя правда, но... Это абсолютно правда. Все-таки это блюдо деликатное, оно не должно быть очень сырое. На мой взгляд, мало соли. Вот. Но все-таки сбалансировано. У вас, знаете, правильная консистенция, не консистенция, а баланс вкуса за счет солода. Вы добавили его столько ровно, столько, сколько должно быть. Правильно. Знаешь, значит, что... Потому что остальное Владимир на лицо размазалил. И плюс, да. Кому я поблагодарю. А ты казанову, конечно, потому что она мазала. Четко намазала, да. Ты так, Александр, продегустировал блюда кулинара. Вы знаете, на первый взгляд показалось бы, что у вас тоже крупно нарезаны овощи, но по сравнению с той нарезкой у вас еще как бы деликатные и красивые. Это профессионально сделали. Это ты рубила, я видел. Да. Вот. Вы знаете, у вас правильная консистенция, потому что, видите, у вас есть соус, да, и у вас такой глянец за счет того, что вы добавили масла. Мы старались. И консистенция овощей у вас такая правильная. То есть они аль денте, они не полностью приготовлены. Это говорит о том, что в них остались витамины. Это очень полезно. Вот. И баланс соли хороший. Короче, друзья, меньше слов, дешевле телеграмма. Итак, ваше резюме, Александр, прошу вас. Все-таки, конечно, победа отдается... Конечно же, вам! Объясняю, почему. Смотрите, у вас глянец, у вас есть соус, видите, у вас блестит. Овощи нарезаны деликатно, но в то же время они приготовлены, а внутри сырые. Это говорит о том, что в них полезные продукты остались. Консистенция, соль, баланс. Да, чуть-чуть меньше солода в следующий раз, и блюдо будет отличное. Молодцы, поздравляем! Давайте, пятерки. Неважно, какую музыку вы слушаете, поп или рок, неважно, идите мясо или нет. Эту вкуснятину вы просто обязаны попробовать приготовить, поэтому смотрите наш видеорецепт. Поехали! Заливаем сухие грибы кипятком, нарезаем слайсами шампиньоны и чеснок, морковь из сельдерей кубиком, измельчаем зеленый лук, обжариваем корнеплоды и чеснок, добавляем шампиньоны, а затем булку. Заливаем все грибным бульоном, вынимаем отварные грибы, измельчаем, добавляем их в булгуру, а также зеленый лук, солод и сливочное масло. Выкладываем на тарелку, посыпаем творогом, украшаем зеленью. Приятного аппетита! Итак, сегодня в нашей вегетарианской битве победу над рок-кулинарами одержали поп-повара, друзья! Аплодисменты! И вы становитесь обладателями главного приза корзины с молочными продуктами простоквашины. Ну а в клубе простоквашина, на сайте простоквашина.ру, вы сможете найти еще больше интересных рецептов и, конечно же, подарков. Ну что ж, дорогие друзья, вы смотрели «Кто кого на кухне» единственное кулинарное шоу, где можно пусто посмеяться и смешно поготовить. Спасибо, друзья! С вами были мы, Вячеслав Манучаров, Александр Белькович. Пока!